МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир общественного телевидения Приморья продолжает программа в центре внимания. Мы сегодня обсуждаем начало посевной кампании, в частности, какой картофель мы будем сажать, какие сорта наиболее востребованы и какой урожай в планах собрать. Наши гости Алексей Николаевич Емельянов, директор Федерального научного центра агробиотехнологии Дальнего Востока имени Чайки. Добрый вечер! Здравствуйте! Александр Гришков, окрестьянско-фермерского хозяйства, одного из крупнейших в Приморье из партизанского района. Добрый вечер! Добрый вечер! И Анатолий Мегрансимович Шаги Ахметов, агроном, который очень хорошо знает дела дачные, и какую картошечку сажать на наших дачах. Добрый вечер! И, конечно, мы хотим начать разговор, наверное, все-таки с вас, Алексей Николаевич. Вопрос следующего характера. Вы все-таки человек-научник, да, который, собственно говоря, и разрабатывает, ну, вы и ваши коллеги разработали сорта картофеля. Вот так вот, чем вы будете радовать? Каким картофелем вы в этом году порадовали Приморсов? Действительно, научное учреждение, которое здесь работает на территории Приморского края, выполняет фундаментальные научно-исследовательские работы. Но мы всегда помним и знаем, что потребителем нашей продукции, в том числе в картофелеводстве, являются люди, жители Приморского края. Поэтому мы ориентируем наш селекционный процесс как на сельхозтоваропроизводители, на крупные хозяйства, на промышленное производство, так и на личные подсобные хозяйства, на дачные общества. Поэтому ассортимент сортов картофеля, к которым мы ведем семеноводство и селекцию, он очень разнообразен для каждого потребителя. Анатолий Владимирович, что вы покупаете? Александр Иванович, что покупаете в первую очередь? Вы местные картофели покупаете? Ну, в основном сейчас покупаем местные, потому что они районированы, они приспособлены к нашим условиям. Почему вот наука занимается им делом? Этим делом занимается Пуциловка, вторая наука. И поэтому эти сорта, которые районированы в нас, они дают хороший урожай, они адаптированы к погодным условиям, адаптированы к болезням, особенно к фитофторе. Поэтому здесь вот такие нюансы есть. Только местные. Так, а вот давайте о делах дачных теперь поговорим. А вот дачники, они акцентируют свой рынок именно на местные сорта? Или они покупают, что пойдет? И вообще дачникам-то уже пора в огороде сажать? Ну, уже если по дачникам, то уже 5 апреля надо было посмотреть раннюю картошку под пленку. А вот на грядочке? А на грядочке с 15 апреля, это Владивосток, например. Определяют народные? Вообще легко определить по народным приметам, сажать картофель, если зацвели дуванчики капитально, и зацвел береза лист, а распустился с двухкопеечную монету. Но это, опять же, не вас под домом в городе, а на том дачном участке, где вы. Потому что климат разный, поэтому везде по разному сроки. Ну, примерно с 15 апреля под Владивосток, Артем, Владивосток, это 15 апреля начинается посадка картофеля. То есть вот уже буквально ближайшие выходные, на Пасху, по сути, можно отправляться и сажать? Да, ранние спилы сорта уже можно сажать. Алексей Николаевич, вот вы говорили о том, что есть картофель, который вы отдельно для сельхозпроизводителей, крупных отдельно для дачников. Вот как вот это вот происходит? Можно тайную магию открыть того, как ваши сотрудники придумывают, как этот сорт вообще и какой сорт придумывается? Вот давайте более подробно о сортах. Давайте два сорта возьмите, вот каких-нибудь новых, которые отдельно для крестьянско-фермерского хозяйства, отдельно для дачников. Во-первых, селекционер, когда начинает свою работу, он начинает с разработки модели сорта. То есть мы всегда видим перед собой цель, какими характеристиками должен обладать сорт. И, конечно, если это сорт для промышленного производства, то в первую очередь он должен быть высокоурожайным, конечно, устойчивым неблагоприятным фактором среды этого региона, пригодным для механизированной уборки, для хранения. Такие сорта у нас есть, мы действительно их производим, но это не только сорта нашей селекции, такие как янтарь, казачок, смак или дачный. Мы привлекаем и сорта отечественной селекции из других научных учреждений. Но и также мы работаем и с зарубежной селекцией. В этом плане, когда мы локализуем семеноводство картофеля на здоровленной основе, то, по сути дела, это уже становится отечественным семеноводством на нашей территории. Что касается дачных хозяйств, личных подсобных хозяйств, конечно, здесь пристрастия очень широкие. По сути дела, у каждого человека, у каждого владельца такого личного подсобного хозяйства свои представления о ведении хозяйства, о предпочтениях, которые он дает тому или иному сорту. Поэтому и потребность очень широкая. Это может быть, например, ультраранняя группа, такие сорта, как действительно метеоры, российской селекции Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства, который в Подмосковье находится. Но мы, имея лицензионный договор, ведем семеноводство этого сорта на здоровленной основе. Также и, скажем, такие сорта свободные, так называемые сорта, старые уже в какой-то степени, как, например, адрета, которого население пользуется спросом за свои вкусовые качества. Также он, этот сорт, нами введен в систему первичного семеноводства на здоровленной основе. И мы, в том числе, и такие сорта населению предлагаем. Александр Иванович, вот вопрос к вам теперь. Да, значит, вы в более промышленных масштабах сажаете. Вы берете картошку, значит, и в Пуциловке, и здесь, в Темирязевке. Какие сорта вы взяли в этом году? И как вы их определяете? Вы их на вкус, там, сладость пробуете? На зубок, что называется? Мы в этом году взяли вот... Мы взяли адрету, элиту. И в Пуциловке мы взяли казачок, сейчас они вывели неплохой сорт, поздний. И метеор. Ну, также мы выращиваем и галу, которая сейчас основная культура, она на слуху у всех, то есть хороший сорт. Он, будем сказать, там, для нас, для производственников. Потому что она дает хороший урожай, она красивая, она продажа хорошая. Это для нас основная вещь. Потому что не будет урожая для... Это не частное подворье, да? Не будет урожая, не будет, конечно, бизнеса. Антоник Микривич, вы скажите, пожалуйста, теперь вы, какие вы сорта используете? Какие вы советуете дачникам использовать сорта? И как вот для наших дач сорта местные, приморские подходят или нет? И если вообще есть какие-то сорта, то какие подходят? Ну, по сортам, их очень много сейчас, огромное количество. По сравнению, наверное, с советским периодом сейчас, когда есть интернет, магазины, семеноводческие, там, можно огромное количество сортов. Но на данный момент у меня, конечно, ассортимент сортов по сравнению, наверное, с десятилетним периодом, поменялся. Сейчас я в основном у себя на участке для семьи я провожу тагала. И сейчас я начал разводить новый сорт повень. Повень – это Украина. Дачники, получается, сами могут селекционировать, заниматься селекцией? Так выходит? Они не селекцией, это называется как бы районирование, используя сортов, сортоиспытания. Они имеют больше возможностей. И на каждый участок, на каждую почву, на каждый микроучасток бывают разные сорта. Плюс у кого-то глина, у кого-то песок, у кого-то супесь, у кого-то близко, ну, воды. Поэтому у каждого дачника свой принцип подбора сортов. И они самые разнообразные. И германские, и немецкие, и голландские, и наши местные, и старинные сорта, как синегласка, например. Это вообще старый сорт, еще старше, чем адрета. Поэтому тут вариантов много. А во-вторых, какие вкусовые потребности у той же семьи? Кто-то любит желтую мякотью, кто-то с белой мякотью. Кому-то он рассыпчатый картофель, а кому-то очень любит, как мыло. Понимаете? У всех по-разному. Поэтому от этого идет подбор сортов. Плюс, как вы будете удобрять, от этого тоже вкус картофеля зависит. Что будете использовать, это тоже большой вопрос. А по сортам сейчас огромно. Ну, вот я сейчас говорю, ту же галлу, но ту же галлу я еще начал выращивать, грубо говоря, 8-9 лет назад. И примерно урожайность, вот на участке я себе делал, замеры, где-то 70 тонн с гектара. Это примерно сотки-семьсот килограмм. Но у нее есть свои особенности, у галлы. Если вы берете галлу, не забывайте, нельзя рано сажать и поздно нельзя. Потому что рано посадишь, позаразится, как оно, макроспариоз или как вот, отгнивает росточки. Нельзя в холодную почву ее. То есть есть сорта картофеля, можно в холодную почву, а есть, которые нельзя. Алексей Николаевич, а как вы подбираете сорта именно под наши районы? Вот сейчас ваш коллега сказал, что там у нас почва такая, тут у нас почва такая. Вы на весь Приморский край сразу один сорт делаете? Или для каждого района Приморского края разные? Анатолий Миргосимович в этом плане абсолютно прав, что для каждой микрозоны, а край у нас действительно большой, 700 километров с юга на север, но требуется свой определенный набор сортов. Во-вторых, есть, ну такое, скажем, целевое назначение каждого сорта. Есть сорта действительно для переботки, есть для длительного хранения, есть сорта для получения ранней продукции. И каким образом работают селекционеры, наши селекционеры? Во-первых, конечно, это изучение коллекции. Селекционер создает рабочую коллекцию, то есть под ту модель сорта, которая должна быть создана. Этот рабочий материал порядка, скажем, 200-300 сортов. Дальше идет изучение родительских пар, если мы работаем методом гибридизации. То есть нам нужно подобрать родительские пары, которые в итоге позволят нам получить новый ценный материал. И следующий этап – это оценка и изучение этого материала. И, конечно, важно на этих этапах, особенно заключительных этапах, размещать сорты изучения, сорты испытания, эти участки в разных природно-климатических зонах края для того, чтобы охватить все разнообразие, получить объективную картину, а не вести только селекцию. Вот, кстати, Александр Иванович сказал, что, да, Пуциловка, но это наше бывшее опытно-производственное хозяйство, и именно там базируется отдел картофелеводства, и именно там сосредоточено производство супер-суперэлиты. Такой сорт, как казачок, это сорт действительно созданный нашими селекционерами, и семеноводством в том числе продолжает заниматься хозяйство, которое сейчас там расположено. Этот сорт, я бы сказал, универсального использования. Он и в личных подсобных хозяйствах вполне может использоваться, и в промышленном производстве, потому что высокая товарность и сохранность продукции, скажем, особенно в поздне-зимний, ранне-весенний период. То даже я тоже, как обычный, скажем, потребитель, или у меня тоже есть небольшие посадки, личное подсобное хозяйство, этот сорт у меня всегда присутствует именно для хранения и потребления его, скажем, в весенний период. Это видно уже сейчас, когда мы видим, как ведет себя тот или иной сорт картофеля в период хранения. Какие-то сорта уже прорастают, а этот сорт казачок, он хранится и может еще в свежем визе вполне использоваться. Александр Иванович, ну мы вот продачников сейчас поговорили, узнали, а вот вы какие сорта посадили в этом году, сажаете уже в этом году, и как тоже идет подбор у вас? Вы работаете с сортами по исследованию их? Вы опыты ставите у себя? Ведь есть на ваших площадях такие опытные участки, где вы посмотрите, или сейчас нет времени для приморских фермеров, для таких вот рассуждений, разгонов, что вот мы все, взяли такой сорт, и поэтому, значит, будем работать только вот с той же галой, например? Ну, по большому счету, у нас есть наука, да, и мы им доверяем, это вот самое главное. То есть Пуциловка, это до какой степени уже тоже вот оно отделение было раньше. Ну, как можно сказать, центр картофелеводства. И зачем нам испытывать велосипед, если он уже придуман, да, то есть они испытывают, они нам рекомендуют, а мы уже берем, например, мы казачок взяли 4 года назад, попробовали, обкатали, он пошел, да, он пошел, потому что он хорошо хранится, он к весне не чернеет внутри, да, это что немаловажно, да, есть сорта, которые крахмальные, они к весне чернеют. Черные, да, типа андрета, святанка. Да, а разрезал, человек разрезал, и черные уже не возьмет. Поэтому мы сейчас не делаем эксперименты, мы берем по рекомендации науки, берем себе эти сорта, их выращиваем и продаем. Данил, вот разрешите, вот все-таки для нас мнение фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, дачников, очень важно. По сути дела, на сегодняшний день это задание селекционерам и научному учреждению, каким образом строить свою научную работу, в том числе в селекции. То есть не сами в себе, а вот именно... Для потребителя, вот для сельхозтоваропроизводителя. Это вот хорошо, Анатолий Васильевич, вы скажите вот о чем теперь, о доступности этих сортов. Вот здесь говорят о том, что Алексей Николаевич говорит, что вот мы делаем, мы делаем расчет, а вот они доступны в цене, они не повышаются, они для дачников. Легко ли можно купить сорт и какой сорт? Понимаете, сейчас можно купить все, любой сорт, в принципе, почти что. Любой, какой захочешь, если захочешь найти, найдешь. Если через интернет, то через друзей, это что угодно. Но они доступны, ценовая доступность. Ценовая, я так вам скажу, если мне этот сорт интересен, и я имею от него эффект, я денег не жалею. А что такое эффект для дачника? Это урожай и вкусовые качества. Ну вот давайте, сколько вы, допустим, сутки можно собрать? Ну, например, если я посажу галу и правильно удобрю, то я могу сутки собрать, ну, это 40, 50, 400, 500 килограмм. А если при хороших условиях, то 700 и 800. А вот сколько кто-нибудь из вас может посчитать вот так вот? Это на раз-два, на одну сотку сколько нужно сажать картофеля, чтобы вот столько потом собрать? Это порядка 25-30 килограммов, но это зависит от фракции. От фракции. Вот фракция, да, то есть если это стандартная семенная фракция, там порядка 50-60 граммов один клубин, то да, это будет порядка 30 килограммов. От 25 до 30 килограммов. Ну, это 3 тонна на гектар. 3 тонны, да, 2,5-3 тонны на гектар. На самом деле мы должны считать по количеству высаженных клубней, поштучно. И какая схема посадки? От этого еще зависит. Густота. И еще, чтобы не забыть, главное, что у разных сортов разная густота посадки. Если, например, мы посадим галлу там один, то казачок надо сажать немножко пошире, потому что пореже, потому что у него более мощный картофель, и ботва у него может до 1,5-2 метров дорасти. А у той же галлы она всего 40 сантиметров 50. Поэтому, когда даже дачник, да хоть и фермер, прежде чем ты будешь высаживать любой картофель, ты возьми характеристики сорта, прочитай, что он собой представляет, как его высаживают, какой высоты, какой клубень, какие отношения к удобрениям, к болезням и так далее. И только после этого принимай решение. Ну, я так понимаю, у вас-то на участке или на участках это все идет вручную. А, Александр Иванович, вы с техникой сажаете? Уже есть картофельные комбайны, уже все, уже вручную, вы отручного туда полностью ушли? Ну, вручную не садим, это 100%, да. И уборка? А? И уборка потом тоже не вручную? Уборка пока еще 50 на 50, то есть уже мы сейчас закупаем комбайны. У нас есть проблема, проблема с камнем. Камень. Наша проблема, наша зона, это камни. То есть мы уже купили сепараторы, да? Партизанские районы. Партизанские районы, да. То есть сепараторы, сейчас уже камнеуборки покупили, комбайн купили, то есть идет процесс, идет, идет, идет. И мы уже переходим на механизированную уборку. А вообще, насколько сегодня эффективная поддержка со стороны государства? Потому что вот я знаю, что вы технически всегда вооружаетесь достаточно хорошо. Вот сегодня есть помощь со стороны правительства Приморского края, там, федеральных министерств, да, и различных субсидий? Да, конечно. Что сегодня вы получили уже, связанную поддержку? Сейчас, получается, мы сдали документы на несвязку, ждем несвязку. Потом берем технику в лизинг, лизинг тоже субсидируется весь. То есть закупка государства наше, оно нас регламентирует, что мы купали новое, и на новое нам дают субсидии. Также субсидии на семена? Да. Семена мы покупаем, если литу, то субсидируется 50% субсидируется государством. Ну, это, в принципе, и правильно. То есть правильный подход, чтобы семена обновлялись, техника обновлялась. То есть это подход нормальный. Алексей Николаевич, а помощь государства научникам сегодня есть? Сегодня вот ученые работают в хороших условиях. У вас, ваша техника позволяет действительно проводить хорошее исследование картофеля, ну и других овощей? Что касается региональной формы поддержки, то она опосредована через наших потребителей. То есть вот те самые субсидии, которые сельхозтоваропроизводители получают, они позволяют им приобретать семена высших репродукций, в том числе оригинальные семена. Что касается именно нашего учреждения, мы федеральное научное учреждение в системе Министерства науки высшего образования, поэтому мы работаем напрямую с федеральным и бюджетом. И хочу сказать, что министерство, федеральный бюджет нас поддержали в плане создания селекционно-семеноводческого центра именно по картофелеводству. В стране создано в целом по всем культурам и в части, в том числе и в животноводстве, 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров. И один из них поддержан именно у нас в Приморском крае на базе нашего научного учреждения. Есть определенные формы поддержки, но и обязательства научного учреждения. Они выражаются в том, сколько мы должны создать новых сортов, организовать первичное семеноводство на оздоровленной основе. И вот эти программы, федеральные программы, и в том числе техническое перевожение, позволяют нам на сегодняшний день уже на новом уровне, на новом этапе развивать селекцию первичного семеноводства картофеля и других культур. Ну вот мы сегодня, Анатолий Михайлович, все о картофеле говорим, да, очень много, но ведь Приморье такой регион, где, ну что называется, растет практически все. И вот что еще дачникам в ближайшее время бы вы советовали посадить? То есть какие посадки надо ожидать в ближайшее время? Ну так скажу, что... Овощная группа пойдет? У меня овощная группа уже, редиска растет под дугами и в теплице. Надо теплиться, а грядка? А грядка уже, яровой чеснок уже высажен 5 дней назад. То есть яровой чеснок его нужно посадить до 10 апреля. А более крупные свекла? Свекла уже, в принципе, уже можно укроп, морковку сеять, свеклу с 15-го уже тоже можно сеять. Петрушка немножко потеплей, чтобы лучше семена зашли, это число к 20-му, тогда лучше сходит. А в принципе с 15-го апреля почти все холодостойкие культуры в открытый грунт уже можно высаживать, ну не считайте полюбивых, это огурцы и фасоль, это позже. А с 15-го апреля вот по Владивостоку уже все, укроп, морковка, свекла, что там еще, горох уже должен, блядь, сеяться на первые стручки, сейчас горох идет, бобы, лук, чернушка, лук на головку, семейный лук. Это все уже, все, это каждый день. Работа с плодово-ягодными культурами сейчас. Ну с плодово-ягодными, да, но я-то сам сейчас являюсь агрономом плодово-ягодного, как бы, сад династии, у нас в поколении 5-6 агрономов, мы сейчас чисто занимаемся плодовыми, ну саженцы так себе, а так вот, например, почему по картофелю, я в совхозе работал, занимался картофелем, ну так получилось, что много приходилось заниматься, сейчас мы занимаемся плодово-ягодными, мы сейчас, у нашей именно семья, какая основа, ну саженцы, саженцы, но мы сейчас, у нас селекционный центр по производству сортов персика, у нас сейчас мы произвели 5 сортов груши, 3 сорта яблок, своих отобранных уже вишня, есть образцы и сливы, ну это мимо, просто. А по плодово-ягодным, да, сейчас работа, по плодовым тоже сейчас очень много. Да, Александр Иванович, ну вот у вас тоже ведь борщевой набор будет в этом году весь собран, мы все получим от крестьянско-ферменских хозяйств из партизанского района, мы заполним овощи-хранилище полностью, как будет? Ну я думаю, что да, если не случится наводнение, как было в прошлом году, да, то мы в принципе, мы уже луки посеяли, морковки ранние посеяли, да, на этой неделе планируем выйти свеклу раннюю посеять, ну это в масштабах уже, да, то есть наше хозяйство, там хозяйство Морозовых, то есть рядом, в процессе уже посева идет полным ходом, то есть посевная уже не останавливается, и так оно в череде идет, поэтому настрой очень боевой, поэтому мы готовы. Вот все-таки кто, на ваш взгляд, сегодня больше овощная или картофельная столица Приморского края, вы там между собой не спорите, вот я знаю, что Алексей Николаевич, он у нас в Суриско, там наверняка очень много внимания подсиловки тоже уделяет, вот сегодня можно какой-то спор, или у нас вот есть две зоны в Приморском крае, Партизанский район и Уссурийский городской округ, где вот активно овощи вообще растут, ну в частности картофель. Ну набор по овощам, сейчас наверное самый сильный в Партизанском районе, то есть там полностью, полный набор, свекла, морковка, капуста, огурцы, помидоры, луки, да, то есть полный набор. Артем, Артем, он уходил, он ушел с капустой, да, и лука у него нету, в Уссурийск, Уссурийск, там тоже полный набор, но там сейчас тоже они немного просели, поэтому я думаю, что на наш район больше сейчас приходится. Алексей Николаевич, вот все-таки вам вот слово, как вы считаете, кто больше сегодня? Знаете, вот здесь соревнование какое-то, оно может быть неправомерно, в плане того, что мы еще раз, наверное, должны вернуться в том, что есть определенные зоны воздел. Вот партизанский район, это же Золотая долина, да, то есть это наиболее благоприятные условия по почвенным условиям, по погодным условиям, за исключением каких-то, конечно, катастрофических явлений для возделывания овощных культур открытого грунта и, кстати говоря, и плодово-ягодных культур, это традиционный район, там крупные предприятия в свое время были, плодово-ягодные, поэтому вот эта специализация, она естественна, вот скажем, другие районы, другой зоны, как степной, лесостепной зоны, где преобладают полевые культуры, масштабные промышленные культуры, как соя, кукуруза на зерно, это Михайловский район, это Харольский район, а, скажем, зоны, которые рядом с озером Ханка у нас находятся районы, это еще и рисосеяние, поэтому это естественный процесс, это правильная специализация, то есть мы должны найти вот те точки, где вот эффективность применения технологий и выбор культуры сортов, они в итоге дадут наибольший экономический результат. Но все же вот картофель да каша, пища наша, у нас все-таки по картофельводству сегодня мы впереди планеты всей или по всей овощной группе? Ну вот я вам скажу пример из своего опыта, берем Артемович, я сам Артемовец, например, та же микрозона, я вам скажу так, берем мы заводской, там определенное было поле, которое ранее картофель в советское время давала без пленки, без ничего уже 20 июня, редиску мы поставляли без пленки 1 мая, без пленки, это микрозоны, в совхоз Артемовский был определенное поле всего лишь 2 гектара, ранняя капуста 5 июня на столе, то есть эти микрозоны, они, это микро в хозяйствах, а это микрозоны по городу, а то микрозоны по этому, поэтому вот так иное было и должно быть по идее. Ну что ж, мы будем надеяться, что в этом году мы будем и с картофелем, и с другими овощами борщевого набора так называемого, что у приморцев будет все в достатке на столе, это была программа в центре внимания, до свидания и до встречи в эфире. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова